Тверской центр образования номер 49 в микрорайоне Южный станет третьим по счету учреждением, где по госпрограмме развития образования пройдет капитальный ремонт. Реализация такого проекта всегда начинается с создания рабочей группы, где сами школьники, родители и педагоги будут обсуждать разные вопросы, касающиеся будущих работ. Подробности далее. До начала масштабной модернизации 49-й школы осталось меньше двух месяцев. Перечень работ включает в себя ремонт фасада, систем вентиляции, отопление, либневой канализации. Полностью превразится актовый зал, где планируется заменить сцену, установить механизм с кулисами. Обновят и спортивный зал, а также рекреации и кабинеты. Мы в нашей 49-й школе поучились уже целых 8 лет. Для нас это наш второй дом, наша вторая семья. И очень бы хотелось сюда вернуться еще раз и понаслаждаться более такой домашней атмосферой. Также все-таки хотелось бы более обновленных кабинетов, например, таких как физики, информатики, химии, потому что это действительно важные предметы в жизни учеников и в жизни школы. Алине Николаев в 49-й школе предстоит учиться еще три года. Ребята, участники совета старшеклассников, не раздумывая вошли в состав рабочей группы. Эта первая встреча позволит выработать и обобщить самые разные идеи и решения, касающиеся предстоящего ремонта. Я хотел бы увидеть в нашей школе тематические рекреации около кабинетов физики, химии, литературы в том числе. Различные практикумы в коридорах для различных опытов. Программа «Новая школа» включает в себя 14 направлений модернизации общеобразовательных учреждений. И это не только ремонт, а еще и закупка оборудования, благоустройство территории, повышение квалификации учителей. Ранее в рамках проекта были отремонтированы 15-е, а также здание основной и начальной школы номер 17. Учащиеся вернулись в обновленные учреждения, соответствующие самым современным стандартам. Школа сама выбирает те направления, в которые заходит в ремонте. Конечно, мы приветствуем, когда школа, пусть понемногу, но войдет по всем направлениям. И вот школа номер 49 сделала этот расчет, представила материалы, которые позволили ей войти в эту всероссийскую народную программу, президентскую программу, которая называется «Новая школа». Учебный год заканчивается. И сейчас рассматриваются все варианты для того, чтобы учебный процесс на время ремонта проходил максимально комфортно. Школьников примут близлежащие образовательные учреждения микрорайона «Южный». Родители будут через уведомления уведомлены, где будет проходить их учебный процесс, в какую смену. Никакие классы расформироваться не будут. То есть ребята будут продолжать обучение своим классным коллективом со своим классным руководителем. Рабочая группа в таком составе будет собираться регулярно. Ремонтные работы начнутся в начале июня, когда закончатся занятия. Планируется, что школа откроется 1 сентября 2025 года.